Всех приветствую, мои дорогие! Забрала сегодня свой заказ в Эберлик, сделанный по 10 каталогу. И хочу показать, что я заказала. Для детей на пробу взяла шампунь-бальзам для волос Кошка Малина. Стоит такое средство 270 рублей. В 10 каталоге шло оно за 149 рублей. И мне со скидкой обошлось в 119 рублей. Пока могу только сказать, что очень приятный аромат. Здесь у нас 250 миллилитров, номер 2344. Информация, кому интересно. Будем пробовать. Также заказала новинку. Витаминный гель для душа из серии Витамания. С ароматом мандарина и бергамота. Здесь у нас 200 миллилитров. Мне гели из этой серии нравятся. И флакончики очень такие, на мой взгляд, симпатичные. Номер 2328. Информация, кому интересно. Мне аромат понравился. Но, конечно, надо смотреть, как он будет раскрываться на коже. Из раздела «Остатки сладкие» заказала за 319 рублей пудру. Единственное, здесь вот, видите, коробочка немножко мятая. Так, это у нас многоцветная пудра для лица «Модные правила». Сразу покажу срок годности. Выпущено в октябре 2017 года. И срок годности 3 года. То есть до октября 2020 года. Я боялась, что придет с маленьким сроком годности. Потому что я взяла это не для себя. Я взяла на подарок. Так, давайте покажу вам, кто не видел. Вот так красиво выглядит палетка эта. И давайте покажу, как смотрится внутри. Вот так выглядит. 11 грамм в этой многоцветной пудре. Ну и так как она на подарок, конечно же, я трогать не буду. Единственное, там немножко туговато крышка открывается. Я вам покажу, сделаю сводч из своих таких же румян. Я румянами называю, потому что использую как румяна. Я набираю по всему периметру. Поэтому у меня, вы видите, уже измазаны. Можно по отдельности набирать. Вы можете светлый оттенок, как хайлайтер, использовать. Темные, как бронзер или скульптор. И вот прям набирать, как румяна. Ну, мне удобнее вот так, прям на кисть набирать. И пользоваться. Такой оттенок получается. Набираю на кисть, стряхиваю и наношу. И хочу сказать, что можно переборщить, если постараться. То есть сначала лучше немножко нанести, посмотреть. А потом, если надо, еще немножко добавить. Так же девочке заказала я пробники. Пришли они мне в коробочке. Всего два пробника и положили в коробочку. Я слышала, многим просто в пакетик кладут. Так, давайте начнем с аромата. Это у нас аромат Мама. Так, стоил он. Тровничек этот. Так, стоил 20 рублей, девочки. И я его взяла не себе. Я его взяла на подарок. Мне этот аромат нравится. У меня есть полноразмерная версия. И второй пробник. Это у нас губная помада. Стоил пробник 10 рублей. Так, и это у нас идет артикул 43.043. А, для артикула 43.043.032. Я думала, здесь может написано, к какой серии относится пробник. Я, если честно, не помню. Заказывала из раздела с пробниками. Вот здесь, видите, 43.043 артикул пробника для помады в артикуле 43.032, как я поняла. Я тоже взяла этот пробник на подарок, поэтому я не буду его сводчить. Следующее, девочки, что я заказала, это была помада. Я, на самом деле, думала, что мне заказать, чтобы набрать на нужную сумму. Особо мне ничего было не нужно. И тут я увидела, что эти помады идут со скидкой. Я подобные помады еще не пробовала, поэтому я решила взять. Давайте я покажу поближе. матовая губная помада 1-я леди. Давайте я сразу скажу, если у меня написан номер. Нет. Давайте посмотрим. Вы знаете, мне по каталогу оттенок показался немножко другим, девочке. Сейчас я вам покажу в каталоге этот оттенок. Помада в красивом, таком матовом футлярчике. Здесь зеркало. Нажимаете. Давайте я покажу номер. Номер 44051. И, если честно, девочки, я ее представляла в другом оттенке. Сейчас я вам покажу в каталоге. Как она выглядит. Мне кажется, что она не очень-то похожа. Это у нас идет идеальный бежевый. Вот вы видите оттеночек, девочки. Давайте посмотрим. Мне кажется, что, во-первых, в каталоге он как потемней. Во-вторых, все-таки он как-то больше как в красновато-коричневый, что ли, уходит. Ну, не в такой вот бледненький оттенок. Все-таки вот по каталогу крайне сложно мне, по крайней мере, выбирать. Я обычно стараюсь найти видео, посмотреть сводчие помады, если я какую-то хочу заказать. Ну, тут я вот не помню, или я спешила, чуть ли не в последний момент делала заказ или что-то еще. Но я вот почему-то понадеялась, что будет как в каталоге. Ну, давайте посмотрим. В любом случае я ее себе оставлю. И, девочки, она шла со скидкой. Давайте покажу. Со скидкой 45% стоила 329 рублей, но мне обошлась в 263 рубля. Давайте сделаем сводч. В любом случае, мне кажется, у меня такого оттенка нет, и мне будет интересно попробовать. Девочки, смотрите, оттенок красивый. Я почему-то, когда только вот первый раз посмотрела, я не сводчила, просто открыла, я побоялась, что будет, знаете, таким каким-то серым, неносибельным оттенком. У меня даже была мысль, может, вернуть помаду. Ну, я потом подумала, что я буду ходить. Взяла, хотела попробовать из этой серии. Ну, так попробую. Я подумала, если не очень будет оттенок носибельным, то я буду сверху блеск наносить. Ну, вот именно по сводчу мне оттенок сейчас нравится. Смотрите, как выглядит. Конечно, буду еще на губах смотреть. Но я довольна. И, конечно, мне очень нравится упаковка. И я в подобных упаковках люблю помады носить в сумках. У меня есть помада с такой глянцевой упаковкой. Очень удобно, что здесь и зеркало, и такой механизм, который в сумке сам не раскроется. Вот, мне кажется, и приятно достать в таком дизайне. Мне кажется, прям вот особенно для сумки отличный вариант. И, девочки, последнее, что я вам хочу показать. Так как я не уверена, что я буду заказывать вот в ближайших каталогах. Я, конечно, этот каталог еще внимательно не смотрела. Может, меня что-то и заинтересует. Но вот пока я думаю, что, скорее всего, я не буду, ну, может, пару следующих каталогов делать заказ. И чтобы баллы не сгорели, я решила взять что-то на баллы. У меня было, по-моему, 64,82 балла. Я сначала хотела взять за 50 баллов помаду в таком золотом футлярчике. И думала, вот на остатки баллов еще что-то возьму. Но помад этих не оказалось в наличии. Я уже даже просто стала каждый оттенок пробовать. И все мне писала, как бы, что их нет, что их невозможно заказать. Я еще что-то хотела девочке заказать, уже сейчас не помню. И тоже не было в наличии. И в итоге за 60 баллов я взяла маску. Потому что просто уже я не знала, что выбрать. Я прочитала описание, прочитала на нее, что идут хорошие отзывы. Давайте я вам сначала ее в каталоге покажу. Напишите, пожалуйста, кто ее пробовал, какие у вас впечатления от нее остались. Вот эта маска, девочки. Давайте покажу поближе. Это серия Оксиолоджи. Идет маска Detox 50 мл. Как вы видите, стоит она 600 рублей. В 10 каталоге стоила 299 рублей. И вы видите информацию, которую заявляет производитель. Вот 60 баллов я списала. У меня осталось 4,82 балла. И жалко, что нельзя округлять. Так я могла бы за 5 баллов, например, взять мыло. А меньше, чем за 5 баллов ничего нельзя взять. Но нет, мне написала... В компьютере появилась надпись, что мне не хватает баллов. Поэтому, видимо, у меня эти баллы просто сгорят. И, девочки, что мне не очень понравилось. Сейчас я вам покажу, во-первых, саму коробочку, кому интересно. То, что здесь написано. Такая информация. Я, конечно, понимаю, что я ее взяла за баллы, как бы бесплатно. Но, смотрите, девочки, сейчас покажу вам. Такая здесь баночка. Я еще ничего не открывала. Давайте посмотрим, есть ли заглушка какая-то. Все равно я ей буду пользоваться. Да, вот заглушечка. Сейчас я вам покажу, что мне не понравилось. Сама баночка такая стеклянная, хорошенькая. Мне нравится информация, что также есть на баночке. Вот, посмотрите, девочки, когда эта маска была сделана. 27 мая 2018 года. А срок годности у этой маски 18 месяцев, то есть полтора года. То есть год уже прошел, как вы понимаете. И получается, что она до 27 ноября. Ну, понятно, что еще есть время ее использовать. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы срок годности был бы побольше. Ну, вдруг я бы ее решила не сразу использовать, а спустя, например, пару месяцев. Или вообще бы взяла бы ее на подарок. Ну, как бы, даже с таким небольшим сроком годности я бы уже не стала дарить. Конечно, она не испорченная, ничего. Ну, хотелось бы все-таки, чтобы, ну, хотя бы год был в запасе, скажем так. Ну, в любом случае, буду пользоваться. Я думаю, я ее успею использовать. Просто как факт, что вот срок годности получается не очень-то. Ну, вернее, не так много времени осталось до конца срока годности. Давайте еще здесь информацию покажу, кому интересно. Напишите, пробовали ли вы что-то из того, что я заказала, нравится вам или нет. И не знаю. Если прям меня сильно что-то заинтересует в каталоге, то я, возможно, сделаю заказ. Но, знаете, бывает, что вот одна-две позиции интересуют, и они на не очень большую сумму. И получается, чтобы добрать до нужной суммы, приходится заказывать то, без чего я бы, например, могла обойтись. Поэтому вот я пока в раздумьях. И это все, что я вам хотела показать и рассказать. Всем огромное спасибо за внимание, за ваши добрые комментарии. Напишите, что, может, вы планируете брать в одиннадцатом каталоге или, может, что-то посоветовать. Может, я на что-то внимания не обратила, а стоит обратить. И всем до новых встреч, до новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok